Новогоднее чудо. Акция «Наши дети» стремительно шагает по стране. Делиться с ними своими положительными эмоциями. Что подарил необычный волшебник? Синий дебош. Пьяный горожанин угнал автомобиль. Знаете, что управлять нельзя? Чью машину одолжил преступник? Витаминный парад. В Бобруйске стартовала продажа сезонных фруктов. Хочется хурмы, граната, так как летом этого нет. Какими лакомствами нужно запастись? А также мелиорация земель, показатели качества и слезы декабря. На смену снегопадам и морозам пришли туманы и дожди. Ждать ли снег? Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Дмитрий Овчаренко. Президент провел совещание по вопросам мелиорации и работы биотехнологической корпорации. К культуре земледелия Александр Лукашенко всегда уделяет особое внимание. В прошлом году этой теме был посвящен семинар совещания. Однако сегодня ситуация в сфере мелиорации далека от вдохновляющей. Резюмировал глава государства. Потому разговор в критическом тоне. Правительству предстоит устранить недоработки. Уже год, как состоялось торжественное открытие уникального масштабного производства БНБК. Мы в свое время, да и сейчас гордимся этим производством. Для старта его работы были созданы все условия. И мы договорились, что будем всячески поддерживать этот проект. Однако по представленным документам вижу, что дела обстоят не совсем так, как мы планировали. Комитет госконтроля, которому было порушено проревизировать серьезнейшим образом ситуацию БНБК, докладывает, что есть существенные недоработки и проблемы по загрузке мощностей завода с быту готовой продукции. Все это негативно влияет на финансовые показатели БНБК. Ну, еще бы. Хотелось бы услышать от правительства четкий алгоритм устранения всех имеющихся недоработок, обеспечения финансовой устойчивости в работе предприятий. Правительство ссылается на высокий износ техники, отсутствие проектной документации и предлагает сконцентрироваться на культуртехнической мелиорации. Однако президент не приветствует инициативу, ведь она предполагает совершенно другое обращение с землей и напоминает о стратегической причине работ по восстановлению. Накатался от души, бобручанин под градусом угнал автомобиль в Осиповичах. Сотрудникам местного ГАИ поступила информация о застрявшем снегу автомобиле. По словам очевидцев, водитель находился в состоянии алкогольного пьянения. Спустя пару минут наряд ДПС остановил машину, за рулем которой сидел угонщик. Выяснилось, что ключи от транспортного средства он забрал у ранее неизвестного собутыльника. Что употребляли? Сила. Сколько когда? Короче, сейчас назад. Пару, шесть назад. Знаете, что управлять нельзя? Возбуждено уголовное дело. Электоральная кампания, коревая инфекция и новый бюллетень. С июля 2024 начнет действовать другой порядок назначения больничных. О чем речь? Громкие заголовки дня. Далее в специальном обзоре. Выдвижение кандидатов в депутаты продлится до 15 января 2024. Избираться имеют право официально зарегистрированные в республике политические партии, трудовые коллективы и граждане. На сайте ЦИК «Беларуси» опубликована специальная памятка и формы документов, необходимые для баллотирования. В Беларуси продолжает распространяться корть. С начала года выявлено 160 подтвержденных случаев. Чаще всего болеют дети без определенной прививки. Из общего числа – 75%. Основные регионы – Брестская, Гомельская и Минская области, а также сама столица. Промышленное производство Беларуси за 11 месяцев 2023 выросло почти на 8%. Объем – 170 миллиардов рублей к уровню аналогичного периода прошлого года. Показатели горнодобывающей сферы увеличились почти на 5%, обрабатывающей на 9,4%. Обеспечение устойчивого развития страны – приоритетная задача. С июля 2024 начнет действовать новый порядок назначения больничных. Теперь минимальная сумма будет рассчитываться из наименьшей зарплаты. Также размер листов нетрудоспособности увеличится для тех, кто работает 10 и более лет. Реформа позволит снизить нагрузку на бизнес и количество ошибок бухгалтерских служб при расчете бюллетеней. На смену снегопадам и морозам пришли туманы и дожди. Такая погода прогнозируется до конца недели. В связи с этим осложняется обстановка на дорогах. От водителей требуется предельная внимательность и осторожность. Необходимо выбирать безопасную скорость движения с учетом состояния проезжей части и видимости. Кусочек счастья. Воспитанников детского дома поздравил необычный Дед Мороз. В рамках республиканской акции «Наши дети» сотрудники МЧС решили подарить настоящее волшебство. Дед Мороз в костюме спасателя забрался при помощи специальной техники в окно, чем удивил воспитанников. Седобородый старец пришел не с пустыми руками. Без подарка никто не остался. В свою очередь ребята отблагодарили волшебника концертной программой. Дети нуждаются в нашем внимании, в нашем тепле. И для нас большой труд они составят поделиться с ними своими положительными эмоциями, поделиться теплом, вниманием, подарками. А дети этого ждут. Для них должен быть праздник, должна быть сказка. И вот мы попытались этого создать. Мероприятия, которые проводит Министерство чрезвычайных ситуаций, они стараются разнообразить какими-то сюрпризными моментами. И вот когда на втором этаже в зале, музыкального зала, появился Дед Мороз, это был, конечно, настоящий момент радости, момент счастья. Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» уже не первый год проходит во всех уголках Белоруссии. Марафон добрых дел продлится по 15 января и призван помочь ребятам с инвалидностью, приемным и опекунским семьям, коррекционным центрам и детским домам. Зимний вкус. Центральный рынок радует фруктовым изобилием. Серую краску декабря разбавляют апельсины, киви, гранаты и хурма. Выбор достойный, цены на любой кошелек. Несмотря на привлекательный вид, главным преимуществом остается кладезь витаминов. Что почем, узнала Юлия Вернер. На прилавках расположились все зимние фавориты. Краснощёки, гранаты, соблазнительная хурма, гроздья винограда, цитрусы различных форм и размеров. За мандарины продавцы просят в зависимости от сорта. Килограмм нежных абхазских обойдется в 5 рублей 80 копеек. Сладкий клементин выйдет чуть дороже – 7,5. На самом первом месте это хурма азербайджанская, невяжущая, очень вкусная, сочная, тонкокожая. Апельсины египетские, сладкие, без косточки. И яблоки, голден, грушевое, жёлтое яблоко сладкое и чемпион тонкокожая яблочко. На сегодняшний день самые вкусные мандарины – это клементина, марокканские и абхазия. Берут гранаты у нас очень вкусные. Любители хурмы могут выдохнуть спокойно. Ассортимент на любой вкус и цвет. Ценник не кусается. Килограмм медовой – ровно 6 рублей. Продавцы уверяют – не вяжет. Рядом апельсины на 50 копеек дороже. Большим спросом пользуется и виноград. Стоимость варьируется от 5 до 11. Экзотический гранат тоже нарасхват. Плоды из Азербайджана обойдутся в 7,50 за кило. Мы любим мандарины зимой, лимоны любим и хурму. Ну, сейчас, конечно, хочется хурмы, граната, так как летом этого нет. Но кушаем то, что есть. Отличный внешний вид – не единственное преимущество. Главный плюс сезонных фруктов – витамины. Совсем не обязательно идти в аптеку за необходимыми добавками. Их с легкостью можно отыскать в красных зернах и оранжевых дольках. Также яркость плодов прекрасно разбавит новогодний стол и улучшит душевное состояние. Сезонные фрукты – отличный способ получить зимой все необходимые микроэлементы. Мандарины щедры на витамин С. Гранат содержит в себе фосфор и железо. А хурма станет отличным помощником при болезнях печени и почек. В такое время года обязательно нужно запасаться всеми необходимыми веществами. Отсутствие солнца, серость будней и плохое настроение негативно сказываются на состоянии организма. Ситуацию, безусловно, могут улучшить сезонные фрукты. Насыщенный вкус, красочность и польза точно вытянут из депрессии в холодный декабрьский день. Юлия Вернер, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Добро пожаловать! Бобруйская синагога в числе лучших. Конкурс «Познай Беларусь» проводится в республике ежегодно с 2003-го. В этот раз было подано 835 заявок. Фишкой состязания в 2023-м стало создание новой номинации по религиозному туризму. Она приурочена к Году мира и созидания. Почетное серебро Бобруйская синагога разделила еще с несколькими претендентами. Надеюсь, что в следующем году мы тоже поучаствуем. Конечно, я не желаю брать снова такое место, потому что хочу оставить это еще для других людей. Но мы не меньше будем стремиться для того, чтобы это гостопримечательность, привести людей, показать и обучать культуру и традиции. Главная цель такого состязания не только привлечение туристов в Синёку, но и создание положительного имиджа Беларуси как страны. Конкурс призван популяризовать исторические объекты, культурное и природное наследие республики. Сразу после нас Бабруск Лайф. Моя коллега Мария Бересневич взвесит плюсы и минусы вакцинации, расскажет, что в ковидном 2020-м происходило за дверьми Санэпидслужбы и узнает, в какую сторону изменилось отношение людей к своему здоровью. Ровно в 20.45. Не пропустите. Это всё из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова